Здравствуйте! Меня зовут Ирина Скалова, я астролог, и для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. Сегодня у нас по плану Новолуния, а значит, по идее, сил должно быть мало. Но Новолуния у нас проходит во льве, а это все меняет. Вряд ли вам захочется спокойно отсидеться дома. Скорее, ровно наоборот. Будет непреодолимая тяга и людей посмотреть, и себя, соответственно, показать. Главное, не переутомиться. А то сейчас может казаться, что море по колено, но через пару дней Луна перейдет в знак Девы, и тогда последствия чрезмерной, неумеренной активности могут проявиться не самым хорошим самочувствием. Среда, четверг и пятница. Дни идеальные для смены прически, ну или для подравнивания кончиков. Хотя бы немножко, но надо подстричься, чтобы волосы получили мотивацию к росту. Также эти дни, да и вся неделя идеально подходят для начала новых дел. Для планирования будущего, причем планирования такого, знаете, с практической точки зрения, вплоть до дотошного планирования бюджета. Что не всегда весело, но всегда полезно. Начиная со среды, надо посвятить время своему здоровью. Оно, кстати, само может об этом напомнить. Можно проводить процедуры по очищению крови, по очищению печени, а также лечить кожные болезни. Вот акне и постакне, это как раз кожные болезни, вот их лечить очень правильно. Именно лечить, да, а вот не маскировать какой-то декоративной косметикой. Сейчас можно и поголодать. Вообще, раз в месяц всем рекомендуется денек один воздержаться от еды, по крайней мере от обжорства. И идеальные для этого дни, это вот как раз дни, когда Луна идет по знаку Девы. В нашем случае это вторник и среда. Готовьтесь. Также начало недели идеально подходит для косметических процедур и подготовки к пластическим операциям. Сами же операции надо будет делать, когда Луна будет в весах, то есть 24 и 25 августа. Ну, а если пластические операции это не для вас, просто ухаживайте за кожей. Маски, легкие пилинги, ручной массаж лица, комфортные аппаратные процедуры и привычный домашний уход. На сегодня все. Увидимся через неделю.